Здарова, жеужики-любинки, вы слышите Алексея Халецкого и очередная партия в Seedmare Civilization 6 на последнем уровне сложности, на божестве. Ещё одну новую карту посмотрим. Средиземноморье политическое, то есть все будут появляться на своих местах. Правда, она не огромная, как та землян, большая, но зато я вот вижу, вот загрузил её в World Builder и вижу, что она хотя бы более-менее вменяемая. Значит, играть я буду за Рим, потому что вы за него тоже очень много голосовали, и по-моему, вообще, Средиземноморье это должна быть вотчина Рима. Мы, конечно, Римскую империю попробуем воссоздать, и, по-моему, именно за Рим интереснее всего на такой карте и сыграть. Теперь, какие цивилизации будем выбирать? Самое приятное, что Фераксис здесь уже сразу регулирует цивилизации, то есть тут нету на политической карте Средиземноморья тех цивилизаций, которые тут просто не могут быть, там, каких-нибудь азиатских, южноамериканских, видите, тут этого ничего нет. Сразу есть именно те цивилизации, которые могут на ней появиться. Правда, максимум цивилизаций, которые мы можем поставить на карте, это 16 штук. Вот, собственно, их и будем выбирать. Сразу понятно, что как только одна Франция может быть, и, естественно, не может быть, наверное, амбиорикса, потому что он тоже, кельты тут будут во Франции где-то появляться, и чтобы не мешаться друг другу. Греков пришлось аж три штуки в итоге поставить. Александра Македонского, Горга, а не Перикла, потому что Перикл был бы ближе к Александру, но так, давайте я лучше на самой карте буду вводить эти мышкой. Перикл бы вот здесь на перешейке появился, а Горга хоть тут немножко подальше будет. Александра Македонского, и тут выбор либо Византию, либо Османскую империю, но мне Византия интереснее, хотя я буду с удовольствием... То есть мне что в Византии интересно, что Османская империя, но Византии чуть-чуть больше, поэтому оставил её. Тут тесновато у нас, конечно, на Востоке. Грузия, Персия, Вавилон. Вот жаль, что, конечно, тут Финикия, а не Карфаген, как в Пятёрке, потому что, ну, Карфаген бы появился где-то вот здесь, да, вот в этом месте, и было бы вообще зашибись. Тут у меня закрыто моей рожей и изображением лобби, но тут, поверьте, пустыня, там ничего, даже интересного нету, смотри, там пустыня и никого не будет. Карфаген появился бы здесь, и было бы интереснее, тем более Карфаген должен быть разрушен, если играем за Рим, то было бы против Карфагена прикольно, но в шестёрке у нас Финикия, а Финикийцы, естественно, вот здесь на побережье будут появляться, поэтому вот так. Ну и Египет опять. В отличие от предыдущей игры за божество, тут Вавилон от Египта далековато, но я верю, что Вавилон опять на кого-то будет нападать, и вообще тут тесно. На удивление есть Польша, я, кстати, не уверен, где она появится, но по идее должна где-то здесь, хотя по-хорошему она должна быть ещё севернее, туда выше, но раз она выбирается здесь вот среди всех цивилизаций, то, соответственно, она и появиться может. Видите, тут все те цивилизации, зато нету России, значит, она появиться тут не может нигде на политической карте. Понимаете, Скифы, я думал, тут Скифы ещё будут, но Скифов тоже нет, видимо, они тоже восточнее должны быть. Венгрия вмещается всё ещё, ну и тут, к сожалению, тесновато будет для Филиппа с Португалией. Я думаю, что Испания-Португалия в итоге вынесет, скорее всего. Ну и маленькое место, естественно, для Великобритании. В этот раз я решил не Викторию ставить, а Алиенору. Ну посмотрим, тут просто реально других вариантов даже нету. Ну и я думал, ещё может в Африке Мали будет, но опять же Мали выбора нет. Зато можно города-государства. Тут 13 городов-государства, на самом деле их 14, но Ватикан я выключил, потому что очевидно, что Ватикан должен появиться на месте Рима. Тут либо за Рим, либо за Ватикан ставить. Тут никак иначе. То есть я, конечно, так как я буду первый ходить, то Ватикан просто не будет стоять, и мне лишний поселенец тогда достанется. Ну зачем это делать? Остальные вот Болония и Венеция тоже будут на римском сапожке расположены, будут мешаться. Валетта на острове между Испанией и Африкой. Вот Акад опять будет. Акад и Хатуса вот в том же месте мешаться на востоке, где у нас тесновато. Ереван будет чуть южнее Грузии, очевидно, тоже там где-то. Ну, Женева, Кардив. Кардив вместе с Великобританией на вот том огрызочке британских островов появится. Фес там, где Марокко. Хотя хотелось бы, конечно, вот по этому африканскому побережью еще что-нибудь кроме Феса, чтобы было. Но, к сожалению, больше ничего не будет практически. Ну и Иерусалим рядом с Финикией тоже интересно. Я думаю, что мне кажется, что мы в первые несколько ходов увидим, что какие-то города-государства просто захватят на уровне поселенцев. Ну, посмотрим. Давайте переключимся конкретно на само лобби. Что здесь я буду ставить? Я никакие игровые режимы на этот раз не ставлю, потому что очевидно, мне очевидно, что компьютер просто не понимает и не умеет с ними. Варварские кланы его ломают, и он начинает очень... Вообще даже варвары, компьютер не понимает, как против них сопротивляться на высоком уровне сложности. Поэтому я даже варваров отключаю, и варварские кланы отключаю. То есть против компьютера с варварскими кланами и с варварами легче играть. Случайные технологии отключаю, потому что стало очевидно через некоторое время, что у всех цивилизаций Фераксис тупо забили их путь по технологическому дереву. И со случайным технологическим деревом они просто реально начинают сильно отставать, если так сгенерировалось технологическое дерево, которое им неудобно. Поэтому это тоже надо отключать. Ну и монополии и корпорации надо отключать, потому что, во-первых, сами компьютеры не очень хорошо им пользуются, но это намного упрощает культурную победу. Из-за монополии и корпораций у нас появляется много туризма, именно как раз из-за того, что у нас есть монополии на некоторые ресурсы. И компьютер не умеет от этого сопротивляться. То есть последние, по-моему, две или три игры на божестве я просто побеждал культурной победой, даже не особо напирая на нее. Что, согласитесь, довольно странно. Так что безо всех режимов играем. Стихийные бедствия поставлю двойку, потому что у меня опять по ощущениям, что двойка, что четверка абсолютно одинаково. И на двойке обычно даже наоборот больше этих происходит извержений и всяких проблем. Тут нет смысла ничего менять в городах и государствах, потому что они по максимуму стоят, которые вообще могут появиться на этой карте. Ну, стоит божество, да, скорость игры. Только сетевую поставим, чтобы это все побыстрее. А так, в принципе, список лидеров есть. На карте, где они расположены, я вам показывал. Все победы включены. Давайте интересной нам игры, а вам интересного просмотра. Да, напомню, что все серии сразу спонсоры канала могут найти во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. Начинаем. Да, уверен, что мне не нужен Ватикан. Ну, блин, он просто появится рядом со мной. Просто появится рядом с моим же поселенцем. Я первый поставлю город, и, соответственно, я просто смогу захватить поселенца в итоге Ватикана. И это лишнее посетить, наоборот, легче мне будет. Зачем это делать? Давайте начинать. Приятного вам просмотра. Хотел бы сказать, интересно, какое место нам сгенерировала карта. Ну, понятно, что тут место нам известно. Кстати, Рим, конечно, на самом деле не на побережье находится. На побережье, по-моему, Брундизии, если мне не изменяет память. То есть Рим где-то немножко в глубине, а на побережье Брундизии. Но в нашем случае... Ой, сразу Болонию, да, встретил. Конечно. Болония там где-то еще выше Венеция должна быть. Ну, Рим, конечно, странновато, что прям тут на побережье у нас находится. Ну, да ладно. Значит, у нас Европа. Сразу есть. Ну, тоже, кстати, прикольно поиграть, когда ты знаешь реально где что. Ну, единственное, я не знаю, какие ресурсы будут. И еще мне интересно, неужели тут, как и на политической карте планеты, не будут работать дамбы? Вот это у меня... А, так это можно легко проверить. Если тут где-нибудь будут клетки затопления, то будет работать. Если не будет клеток затопления, то можно про плотины и дамбы забыть и не идти. Ну, это, конечно, минус подобных карт. Почему они так сделали? Почему они себя не сделали? Да, ну, я играю с модом на Quick User Interface, на другой интерфейс, мне более приятный и более понятный. Сейчас я начну, наверное, с животноводства. Я вот думаю, стоит ли мне исследовать территорию. Я думаю, что в моем случае мне разведчики нафиг нужны. А, стоп, у нас же у Рима сразу монумент есть. Да-да-да. Шьерт побери. Ну, так, ну, тогда со строительства мы как раз откроем животноводство через четыре хода и сможем оленей обработать. Так что, в принципе, норм. Ну, предварительно, наверное, давайте сюда кампус. Сюда гавань. Вот у нас уже и кампус на плюс три, например, в столице есть. Какие-то горы, скорее всего, будут. Ну, это уже дальше будем решать. Я просто хочу посмотреть, насколько далеко, да, недалеко Болония. То есть, где я тут могу вообще город вместить еще один по этому побережью? И могу ли. У-у-у. Да, все-таки тесновато. Наверное, схожу еще в Венецию и встречу. Понятно, что придется где-то тут, наверное, сюда куда-то надо будет ставить город. А Болонию, естественно, захватывать в итоге. Так, ставим фокус на еду и производство. Венеция с той стороны должна где-то быть. Вообще странно, что аж два итальянских города есть среди городов-государств, но при этом Рим тоже имеется. Ну, Ватикан, естественно, как бы другое государство в некотором смысле. А вот то, что Болония и Ватикан, по-моему, даже других примеров и нету, если напомните. А, не, хотя Кардив есть. У нас есть, как бы, в Великобритании есть Кардив тоже. Имеется такое. Так. Четваров у нас нету, поэтому... А с другой стороны у меня и разведки нету. Вот же, блин, ну, давайте на двойный опыт для юнитов разведки. Просто вдруг будет потом когда-нибудь. А вот и Венеция. Да, Венеция странно расположена. Венеция, конечно, где-то... Венеция, скорее, на месте Триеста расположена. Просто потому что тут места нету. Так, ну, я зато тут смогу поставить город, в принципе. Да, ну, похоже, тут тоже плотины с дамбами не работают. Ничего, видите, не затапливается. Печалька. Так, один ход. Ну, я, наверное, рабочим сейчас обработаю оленей. Потом пойду лошадей. И дальше давайте, наверное, мореходство откроем. Оленей, лошадей. Стоит ли мне пытаться Артемиду строить? Вот в чем вопрос. Мне кажется... Ну, не сейчас пока. Тут, конечно, стоит больше на поселенцев упор сделать. Наверное, уже можно поселенцев начинать. Что откладывать? Это поведу сюда, в первую очередь. Чтоб там Франция, Испания. Роток свой не разевали. Турин, короче, пойдем вставить в первую очередь. Так, мореходство, мастерство. Давайте пока отложим. Международную торговлю. Международную торговлю я никак не ускорю. Я вряд ли смогу Азию или Африку тут открыть. Быстро. Да, все правильно обрабатывается. Я даже, может, не буду тратить деньги на выкуп клетки. Да, видите, тут есть места. Тут есть... Ну, а получше сейчас исследовать. То есть, скорее, все-таки на побережье надо ставить. И мы, по идее, должны Альпами быть окружены. Так, есть мореходство. Давайте, наверное, пойдем... Ну, и, первую обработку бронзы. Мы никак ее не ускорим без варваров. Хотя, что там еще у нас гончарное дело? Хорошение. Да, кстати, у меня нету... На счастье пока никаких ресурсов. То есть, вот кит максимум. Разве рядом... А разве... В Средиземном море киты водятся? Что-то я... Что-то я такого не помню. О, Матрахорн. Закрытие зря. Я надеялся, кстати, попробовать в темный век свалиться. Ну, тоже в прохождении за... На политической карте земли тоже Матрахорн был. Интересно, а тут Гибралтар будет? Так, международная торговля... Ну, продолжим, наверное, международную торговлю пока открывать. Разве Матрахорн входит... Да, наверное, входит в гряду Альп. Ну, кстати, нету пока ни одного сообщения, что какой-то город-государство побежден. Так что, может быть, они там все устаканились. Устаканились. На самом деле. Так, давайте мастерство... Откроем. Надо ли мне юниты? Ну, без варваров-то тут, конечно, попроще. Проблема... Вот знаете, странная проблема. Конечно, варвары, они сложнее игроку делают. Но проблема в том, что они... Компьютерам делают намного сложнее, чем игроку. Вот это поразительно просто. Компьютер просто не знает, как с ними бороться. Что, согласитесь... Ну, странно. Просто странно. Так. Создание строителей. Ну, тут можно как минимум это поставить, потому что просто... Вот эти две карточки мне нафиг не нужны сейчас никак. Поэтому просто это поставлю. Так, давайте решать, куда мы тут можем всунуть города. По идее, тут два города должно влезть. Мне кажется, надо... Вот сюда ставить. И сюда. Да. Давайте теперь я, наверное, один юнит сделаю. Прачника пока. Этого поведу. Ну, тут, конечно, тут все встает. Тут, кстати, Везувий, скорее всего, будет. Может, мне не ходить, пока его не находить? Везувий, кстати, хорошее чудо природы. Несомненно. Но я просто хочу в темный век попытаться... Свалиться. А нахождение... Матерхорна, я, кстати, по-моему, не первый нашел. Не первый. То есть, французы даже не дошли сюда. То есть, я могу еще встретить, я думаю, только французов и испанцев максимум. Ну, может быть, еще эти финикийцы приплывут. На уникальном юните. Поэтому я бы не спешил... С открытием Везувия. Я точно тогда в нормальный век упаду. А я бы хотел в темный, потому что я так вот уверен, что в следующий, в античности, я точно выйду в героический. Хотя, конечно, странно. Для Рима темные века в античности... Это абсолютная неправда. Там были, конечно, темные века, скорее, в Средневековье. Ну, 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 давайте пока трудовую повинность. Или открыть... Ну, мне сейчас международная торговля пока нафиг не нужна. Вообще, на самом деле, при хорош... Ну, вообще, я даже вижу, что я могу здесь попытаться выйти и в Золотой век. Между прочим, ни одной руинки я не нашел. Гляну еще, что тут. Нормально вот тут? Кампус на плюс четыре просто из-за рифов. Это бы в Монако, что ли? Монако тут у нас находится. Ну, я сюда поведу. А потом уже тут буду ставить. Так. Стоит ли мне... Давайте, наверное, еще пока одного прачника. Но все равно надо три лучника вот это вот все. Или строителя сделать. Подождите, я могу камень обработать. Я сейчас сюда встану. Я, по идее, не должен увидеть Везувий. Ну, Везувий вот тут. Судя по всему. Потому что, видите, показывает... Это извержение вулка. Хотя Везувий, он даже супер вулкан. Так что он может и тут находиться. Но в любом случае, здесь у нас лес. То есть, через лес я, по идее, Везувий не должен увидеть. Я хотел, может, тут быть. Думаю, стоит ли мне рабочего строить? Ну, я могу пока только оленя и камень обработать. Так? А, давайте рабочего. Это будущее развития. Мне юниты сейчас вообще никак не нужны. Прям откровенно. Так, здесь, по идее, как минимум сюда влазит город. Да, Болонию, конечно, надо будет забирать. Очень криво стоит. Опять не на реке. Но это какой-то вообще мрак, как компьютер города стоит. Не пойду дальше, чтобы никого не встретить. Ни испанца, ни француза. Не, подожди, Франция где-то тут вообще. А вот Женева, между прочим. Да, если тут Женева, то Франция, конечно, тут должна быть. Тут скорее Венгрия у нас. А тут Германия у нас. Германия. Пойдем, наверное, Женеву встретим. Женеву я не прочь встретить. Блин, из-за долбанной Болонии. Смотрите, как у меня посел пошел. А надо вручную его везти. Может, я даже ошибся. Сюда его... Ну, блин, тут особо места нету. Может быть, стоило к Везувию поставить. Да, пойдем, наверное, с Женевой побалакаем. Так, тут сначала Оленя. Тут надо какой-то город ставить, но, конечно, он будет грустноватый немного. Ну, предварительно давайте так. Предварительно мы сюда поставим. Можно, наверное, начинать посела еще одного делать. Или, может, тут тогда город пока бахнуть, чтобы уже развивалось. Ну, что-то долго идет туда. Не нравится мне такой долгий путь. Это же все минус. Стоунхен, 16-й ход. Ну, что-то долговато, да. Так, какие у нас есть варианты? Все, сосед носок, правда, ни тропических, ни тундры, ни пустыни нету. Естественно, кто же взял на соседство с тундрой религию? Тут точно тундры на этой карте нету. Вообще просто ее нету. Вообще, трындец, конечно. Давайте смотреть. Довольство, священное место рядом с рекой. Ну, вообще... Вообще, это интересный вариант в моем случае. Тут несколько мест хороших для священных. Будет. И они рядом с рекой реально. Вот, например, вот даже рядом с чудом на реке. Ладно, я подумаю. Ну, чудеса неинтересно. На болотах, оазисах и поймах рек в пустыне не мой случай. Производство от рыбацких судов. Раз, два, три. Ну, оно нормально, но не прям супер. Плантации. Ну, виноград. Раз, два. Три. Тоже такое. Две веры от геотемальных полей и вулканической почвы. Тоже хороший вариант, кстати. Потому что вулкан там... Ну, визуи будет извергаться периодически. Это интересный вариант тоже. Ну, в общем, тут надо выбирать либо богиня огня, либо речная богиня. Речная богиня предполагает, что мне надо реально идти тогда в священные места. Их ставить. Да, давайте, наверное, речную богиню. Это интересный вариант. Интересный вариант. Давненько через такое не играл вообще. Ну, и тем более, что тут нормальные будут священные места, как я вижу. Единственное, что нам теперь надо будет рабочим решить... Так, если у нас тут... Кампус? Ну, очевидно, здесь надо ставить. Уже тут будет соседство от горы и от лесов. Сюда надо ставить. Как-то не особо... Эти плюс три будет. И это даст два счастья и два жилья. При этом. По-моему, неплохо. Так, вот дальше я боюсь идти. Потому что увижу Везувий. Поэтому давайте я, наверное, тут встану пока. Так, тут я, наверное, сюда прыгну. Чтобы Женеву встретить. Да, слушайте. Только на восемнадцатый ход второй город, конечно, долговато. Блин, классно за Рим играть. Тебе не надо монумент строить. Сразу можно рабочими заниматься. Вообще кайф. Так, два мрамора будет. Я первый Женеву встретил? Слушайте, а чем... Чем тогда там Франция занимается, Германия? Я на божестве играю вообще? Да. Странно. Хорошо, а по очкам хотя бы? Ну, хоть по очкам на последнем месте. Ну, вообще, странно, что я Женеву встретил первый. А Венецию? И Венецию? Не, ну Болонию-то понятно. Хм. Так, давайте, наверное, все-таки международную торговлю открою. Куплю караван и из Аквилеи в Рим отправлю. Так. Олени, олени. А что, так много реально оленей под Римом? Есть кто из зрителей, кто в Риме живет? Расскажите. Ну, я имею ввиду, реальных оленей, животных. Золото от торговых путей, морских юнитов. Ну, вот это можно менять точно. Вопрос... Наверное, на строителей поменяю. Блин, а хера ты тут встал? Что-то Болония мне не нравится. Так, тут возвращаемся пока. А, тут еще горная подготовка Матерхорн. Плюс 3 к мощи на холмам. На холмах. Так, значит, тут мы помечаем, что здесь у нас будет священное место. Ну, потому что плюс 2 от... Чудо и... Кстати... А, еще это горой считается. Просто плюс 3. Потому что плюс 2 от Чудо-природы дается. И плюс 1, потому что это гора. Ну и на реке нам надо ставить. Соответственно, наверное, в этом городе я тут поставлю. Тут, конечно, только плюс 2 будет. Да, Болония, конечно. Слушайте, может мне Болонию уничтожить? Ну, то есть, я ее буду захватывать, например, и уничтожу. Просто тут город поставлю. Она, конечно, будет зависеть от того. И можно будет потом Венец уничтожить и тут город поставить. Ну, как бы более нормальные города будут стоять. Пропущу ход, потому что мне сюда надо. Так, покупаем караванчик. Блин, в аквилеи уже несчастье. Надо быстрее мрамора. Сколько стоит строителя 115? Ладно, подумаем. Морских юнитов. Нет, не хочу пока морских юнитов. Давайте в Раннюю Империю. Ну, и, соответственно, не хочу Везувий открывать пока. Ну, может, я и не прав. Я, кстати, вот этого посела, скорее всего, сюда и поведу, потому что через два хода, пока он идти, будет 23, 24. Не очень, конечно, его так долго держать. Ну, прикольно. Вот бы сюда кампус, да? В озеро Фучино затопить было бы плюс четыре. Ну, да ладно. Не получается, так не получается. Жалко, что тут никак нельзя терраформирование делать в Циве, да? То есть высушить болото. А не болото, а это озеро. Так, священное место есть. Вопрос у нас по религиям. Одна религия, католицизм. Вот ставлю что угодно, что это Польша. Вопрос по... Вообще, сколько у нас религий может быть? Шесть. Сколько уже набивается... Просто, ну, ставить священные места без... Без религии? Раз, два, три, четыре. Из этих четырех, по идее, сама Польша. Ну, должен... Должен смочь. Блин, мне бы еще, если бы удалось, конечно, еду от этих получить... От храмов и... Святилищ было бы вообще зашибись. Не, ну, надо туда идти. То есть, смотрите, у меня еще девять ходов до следующей эпохи. Это он как раз дойдет, чтобы город посадил. Зачем мне тут стоять, ждать? А лучше следующий. Так, только давайте я сам вручную, чтобы вот этот... Не мешался мне здесь. Висячие сады построил. Надеюсь, это Вавилон. Ну, а, кстати, выбор был. Либо Вавилон, либо Шумера ставить. Ну, мне кажется, Вавилон посильнее. Ладно, пойду в Аквилею просто поставлю своего. Будет прикольно, если я в Древнем мире никого не встречу. Так просто, ну, как знаете, такой... Древний мир, и тебе кажется, что ты одна... Одно племя, которое тут развивается. На самом деле, хрен тебе. Так, ну, я бы железо открыл, чтобы быть уверенным, где оно. А потом уже, наверное, в навигацию по звездам. Мне надо купить, наверное, клетки к этому киту. Чё, я бы, наверное, даже сейчас вот повел уже рабочего. Чё, вы тут меняться местами будете? Нет. Слава богу. Я тут по дороге побыстрее смогу пройти. Так, что тут Римом обрабатывается? Два оленя и лошади. Всё правильно. Так, следим за пророками. Четыре. Всё ещё четверо. Ну, причём один из них... Та цивилизация, которая уже получила религию. Паровая музыка, дом собрания. Вот, я не понимаю, зачем вначале брать вот это вот? Вы его не можете построить, пока у вас храм не открыт. Не построен даже храм. То есть вам ещё надо открыть храмы в теологии, построить. То есть вы берёте то верование, которое... Ну, я понимаю, что это компьютер. Тупой. Но... Я видел, что игроки иногда так делают. Там нету каких-то таких зданий, прям, которые must have. Прям. Так, позволяет рубить леса. Железо сейчас посмотрим. Военный лагеряк. Что построили эти Минанки? Ну, я думаю, что Вавилон и построил. Так, а что с железом? Есть железо. Хорошо. Нормально. Так, тут мы к китам направляемся. Так, Аквилея два. Может, давайте я куплю уже рабочего. Тут дофига всё. Видите, ирис можно обработать будет. И два. Ну, просто это быстрее, чем три хода. А нам реально счастье. Ну, а куда мне ещё деньги девать? Я думаю, что это купить. И достроить всё равно строителя. Я думаю, это всё надо. Этот будет сейчас мрамор обрабатывать. Так. Ну, наверное, на поселенцев надо. Хотя, посмотрите, я сейчас буду проект ещё читать сначала. Наверное, на поселенцев всё-таки рано. Торговых путей плюс два. Производство. Ладно, оставим, наверное, строителей. Два производства. Не, оставлю. Пока. Тут три хода он ещё будет строиться. Зачем это? Так, зато счастье вернулось в Аквилею, например. Кстати, а тут ещё священное место. Нет, ну всё-таки лучший вариант там. Сколько тут стоит купить? Тридцать. А следующее? Сорок пять. То есть мне надо семьдесят пять монет, чтобы китов обработать. Ну, подождём. О, кстати. Кстати, я же совершенно про Корсику с Сардинией забыл ещё. Точно. Эх. Вообще, кучу всего заселять. Так, ну как раз и специализированный район следующим ходом. Эти мистец... Или... Нет, давайте военную традицию. У нас нету варваров. Надо открыть эту. Так, тут ничего пока не берём. Блин, а я крутой построил на плюс три. Блин, меня сейчас кто-нибудь встретит, будет жопа. Выйду в нормальный век. Как всегда. Содержание юнитов. Строительство чудес. Не, наверное, пока всё ещё ничего не меняю. Ну, не. Кстати, даже нету никакого плюса по деньгам. Нам проект надо читать, чтобы пророка получить. Давайте глянем. Уже два пророка ещё взяли. То есть, у нас три религии. Да. Интересно, кто индуизм принял. Блин. Православие, я думаю, в Византии, скорее всего. Ставлю на Византию, а католицизм на Польшу. А вот индуизм интересно. Так, иначе у нас ещё одна читает на пророка, а другая... Просто это уже предыдущие, кто брал католицизм. Так, трудовая повинность завершена. Правительственная площадь. Ну, я пока не знаю, где мы правительственную площадь стоим. Ну, блин, ну как так? Вот это... Вот это просто так вырубает. Какого хрена он там встал? Кстати, я же могу так плавать. Давайте, может, поплаваем реально, пока у нас денег нету. Тут-то мы никого не встретим. Я думаю, что у нас максимум, кого мы можем на море встретить рано, это Дидону. А, ну хотя, может, ещё Португалию. Ну, что-то я смеюсь, что он сюда прям поплывёт. Вот Дидона, скорее всего, оттуда может приплыть. Что будет, конечно, печально. У меня тут 4 хода до тёмного века. 5 ходов. Если я кого-то встречу... Ну, хорошие. Корсика хорошая. Сардиния тоже вроде выглядит ничего. Да, нам надо, кстати, рис обработать для ускорения плантации. Сузирен неизвестный игрок. Всё-таки кто-то засузиренил уже женевая. Думаю, что это Франция. Так, юниты кавалерии. Атака с фланга. Нафиг. Нафиг надо. Мы пошли в политическую фил... А чё я, блин, не открывал? Ой, блин. Политическую философию просто забил. Так, камень. Отлично. Вот этого, кстати, можно сейчас сохранить, чтобы сразу можно было обработать этот вино. Наверное, пополучу сейчас обратно на китов. Нет, денежки должны быть. Так, священное место нет. Знаете, давайте вот сейчас я уже поставлю на поселенцев, и... В том городе тоже начну посела строить. В аквилее. Блин, девять ходов. Чё, долго? Так, пирамиды. Думаю, пирамиды... Египет. Я просто не знаю, чтобы там у кого-то ещё сразу был... Была пустыня. Возможно. Так, ну и тут стоим, в общем-то. Поплыли на китов. Так, сколько нам... Блин. Ну, я думаю... Ну, в смысле, я думаю, что это игрок, который уже основал религию. Просто я думал, что побольше будет, а тут ещё 30... Надо ещё один проект провести. Это уже стопудово будет религия. Какую мы религию будем основывать в Риме? О! Приехал Пингало 12.9. Точнее, на самом деле, даже можно сказать 13.10. По науке, культуре. Ускоряем плантации. Это было задание Женевы даже такое. Так, слушайте, а что там реально... Болония... А, слушайте, я все задания повыполнял каким-то макаром. Хотя, подожди, Болония. Создать правительственную площадь. А почему? А, вот оно подписано. Другой интерфейс. Ну, короче, на Болонию мы забьём, потому что мы всё равно её будем захватывать. То есть, нам их задание выполнять неинтересно. Серьёзно, у Кавилея опять несчастье. Что-то аквилианцы какие-то... Давайте мы как-то... Мне кажется, это Милан. А не Аквилея. Хотя, конечно, Милан немножко... Хотя, не, похоже на Милан, на самом деле. Милан, а тут Турин у нас будет стоять. Хотя, Турин, конечно, не на побережье. Ну, как и Рим не на побережье. Знаете ли, реальный. Блин. Фак. А можно не брать? Это ж... Ну, это одну очко. Вы поняли, да? Шьёрт побери. Так, пошли сюда вырубать. Я сейчас попробую не взять этого Пророка. Ну, то есть, пропустить ход просто. Чёрт, я тупанул реально. Надо было... На ход позже Пророка получать. Это я не прав. Так, навигацию по звёздам откладываем. Ещё недостаток жилья в Милане. Ну, давайте шифт... Ну, у меня, по-моему, сейчас его автоматом выдадут. Или я пропущу автоматом. Блин, я чё-то... Я явно где-то ступил сейчас. В чём-то. Походу... Походу я теперь буду ждать, когда следующий человек возьмёт Пророка. А, нет, вот Пророк. Блин, я в нормальный век всё равно вышел. Значит, мне его автоматом выдали, и я... Блин. Ну, на этой... Ноте тупизны... Когда я вышел в нормальный век по собственной инициативе, как всегда, серия закончена. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут продолжение прямо сейчас по вкладке «Сообщество» посмотреть. Я тебе, кстати, свою рожу включу, чтобы вы радостно на меня смотрели. Ещё я на вас. Радостно. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Играйте в умные игры, и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры, и всем пока.